В реабилитационный центр наркозависимый приходит уже тогда, когда другой надежды просто не остается. Часто приходят не сами, приводят родственники. Но, как говорят врачи, главное здесь – желание самого человека. Дай нам разум и душевный покой, принять то, что мы не в силах изменить, мужество изменить то, что мы можем, и мудрость отличить одно от другого. Спасибо! Я сюда попал в январе этого года, зимой, точнее 2 февраля. Жизнь складывалась не очень хорошо, последние два года особенно. После последней моей реабилитации я понял, что походу я рожден для того, чтобы употреблять наркотики, употреблять алкоголь. Я потерял всякий смысл к жизни. В 2011 году я развелся с женой. Пройдя неудачную реабилитацию в другом реабилитационном центре, я понял, что мне уже ничто не поможет. Потерял всякий смысл к жизни, потерял друзей, близких, родственники от меня начали отворачиваться. С сестрой с братом отношения были крайне напряженные, с родителями тоже не было никакого абсолютно доверия. Младшей сестре доверяли все, брату доверяли, мне нет. Уже даже поход в магазин за хлебом, это подозрение, никаких личных денег, ничего, ни работы. То есть постоянно жить в каком-то страхе, бежал сам от себя, бежал от родителей, мог в одиночестве проводить время, закрыться в комнате, депрессии постоянные. Какие-то такие ремиссии небольшие, две-три недели не употреблял, я уже гордился, все, я все могу. Устраивался на работу, но, как правило, я не дорабатывал до получения первой зарплаты. Меня либо увольняли, либо я сам уходил, находил массу причин. Все хотел жить хорошо, зарплаты меня не устраивали. То есть я считал, что это все недостойно меня, что все вокруг виноваты, но только не я. Что принципиально отличает репцентр для наркозависимых от больниц, от любых поликлиник и так далее? В плане режима, наверное, только отличие. То есть санитарно-эпидемиологический режим, с медицинские все составляющие, они, конечно, такие же, как в лечебном учреждении. Но в плане режима безопасности нахождения пациентов, да, у нас есть свои особенности. То есть, например, это видеонаблюдение, которое позволяет нам в случае, если возникают какие-то ситуации, спорные моменты, мы можем просмотреть. Охрана. Вся территория внутри и снаружи, она под камерой? Мы с вами обязательно пройдемся, посмотрите, каждая комната, каждая палата, все под видеонаблюдением. Охрана. Охрана нужна не для того, чтобы охранять наших пациентов от окружающей среды, а наоборот, для того, чтобы наших обезопасить от каких-то провокаций за стороны окружающей среды. То есть, чтобы посторонние не заходили сюда, чтобы, не дай бог, не было проноса наркотических веществ или алкоголя. А такие случаются моменты, когда, ну вот я не знаю, друзья пытаются? Ну, друзей здесь нет, у родственников у нас здесь тоже нет, с родственниками мы работаем в центре города, в амбулаторном подразделении. Ну, попытки бывали, попытки пресекали. Когда я увидел плачущего отца в 55 лет и маму утром, которая собиралась на работу, они мне сказали, что с тобой происходит, нам непонятно. Я, в общем, ловил каких-то чертей по дому, выгонял их, разбудил в 4 утра родителей и сказал мне, черт, значит, демон, застрял в решетке второго этажа, помоги мне его пропихнуть, он мне спать мешает. На утро я проснулся, начал вспоминать, что я делал вообще последние дни. Значит, я опозорился перед всеми соседями, как только это возможно, потому что под воздействием вот этих психоактивных веществ, ну, человек становится неуправляемый. То есть, рассудка никакого нет, здравомыслия отсутствует полностью. Я начудил на всем микрорайоне, мне очень стыдно перед родителями, перед самим собой даже стыдно, перед соседями, перед всеми. То есть, меня все видели и полуспящим в подъезде, там, каким-то уже оборванным, разорванным, там, подранным, потасканным, похудевшим, там, на 15 килограмм за эти две недели. Вот, я не знал, что делать. Вот, у меня был такой страх на утро, что, ну, я был готов залезть в петлю. Я не знал, как дальше жить, как смотреть родителям в глаза. Особенность – лечебно-охранительный режим, то есть, режим, который позволяет реабилитанту полноценно соблюдать весь распорядок. Сами понимаете, что в единомоментное большое количество наркозависимых лиц – это достаточно тяжело управляемая группа лиц. Поэтому у нас на 60 мест сделано 4 группы, в каждой группе по 15 человек. То есть, с точки зрения даже психотерапии, это самая оптимальная группа, с которой можно работать специалисту. То есть, и групповое выздоровление, психотерапевтическое, психологическое работа, она проходит максимально эффективно. А сколько специалистов на группу из 15 человек? Постоянно, круглосуточно в группе находится один консультант. Плюс у него есть помощники из числа волонтеров, уже прошедших реабилитацию. Ну, это круглосуточная, полноценная работа. То есть, человек заезжает сюда к нам на смену, прям на 5 суток, вот столько смены длится. Ну, и плюс уже дальше сопутствующий персонал. Это медицинский персонал, это психологи. Ну, уже они персонально по группам не работают, а именно со всей массой. Также под лечебно-охранительным режимом подразумеваем распределение потоков. Вот вы сейчас видели, что девушки, женское отделение наше, они не пересекаются с ребятами. То есть, они находятся в разных крыльях. И пересечения возможны только, когда проходятся какие-то общие мероприятия, труды, может быть, спортивные, культурно-досуговые. А так максимально мы дистанцируем их. Как давно вы в реабилитационном центре? Каким образом сюда попали? И уже сейчас на этом этапе какой результат замечаете? Ну, в этом центре относительно недавно. Я, если быть точнее, 25 дней, то есть еще даже нет месяца пребывания на житье. Я начал ходить практически с первой недели уже. Хотя изначально я сомневалась, могу ли я. Потому что никогда особо не шила в своей жизни. Мне, конечно, дают здание попроще. То есть, я собираю. Утюжить здесь научилась. То есть, самое, что для меня важно, я учусь сосредотачиваться на какой-то одной работе. И от начала до конца ее шуметь закончить. Для меня это было всегда сложно. Но тут этому созданы все условия для того, чтобы научиться этому. А вообще в реабилитационный центр как попали? Это было свое решение или привели родственники? Тут дело в том, что, как это называется, сарфанное радио. У нас в семье есть родственник, который здесь прошел уже курс выздоровления. И его мама поделилась с моей мамой. В итоге моя мама настиала на том, чтобы я тоже сюда пришла. Ну, и как бы есть мотивация. Я хочу вернуть материнские права. Я ограничена сейчас. И, то есть, думаю, что все это как раз поможет мне в осуществлении своими учетами. Арт-терапия у нас показания, усидчивость. Плюс вот сейчас мы шьем, то есть это как бы на наш центр белье. Мы решили не покупать, а шить белье себе сами. Плюс открываются новые центра у нас. То есть туда тоже белье будет наше. А как девчонки сами относятся? Скорее как к некой трудовой повинности или с радостью идут на эти занятия? Как отношения? У меня нет. Не повинность. То есть с удовольствием. С удовольствием. Вы замечаете результат? Как вот почему? Конечно. Неспокойнее становится. Во-первых, усидчивость. Особенно это вот в декупаже, конечно, проявляется очень сильно. Потому что они такие немножко развиваются мышления, фантазия, усидчивость, моторика. Потому что даже кропеть надо не просто так. Ну и здесь навык шитья. В будущем ни одной женщине это не помешает. Вот поэтому так. 60 наркозависимых находятся в стационаре. Сколько людей, какой персонал обслуживает вот эту группу? Структура нашего учреждения подразумевает наличие нескольких филиалов. Первое направление – это амбулаторная служба. Проспект Ленина-7, город Екатеринбург. Амбулаторный прием врач-психиатр-нарколог, психолог, соцработники. Группы проводятся. Амбулаторный кабинет в городе Нижнем Тагиле. Наш специалист по социальной работе там работает. Тоже амбулаторные группы проводят. Филиал стационарного отделения в городе Карпинск на 25 мест. Мужских стационарное отделение в городе Екатеринбурге. 60 мест реабилитационных. 20 наркологических коек. 10 мест дневного стационара. И мы планируем сейчас еще открывать в городе Каменск-Уральске тоже филиал на 30 мест. А география сейчас здесь областная? Екатеринбург и область пациенты? Мы не разделяем пациентов по географии. Все жители Свердловской области могут получить услугу. Как в Екатеринбурге, так и в Карпинске. То есть мы распределение делаем самостоятельно уже в зависимости от того, где свободные места освобождаются. И количество персонала на сегодняшний момент физических лиц у нас 98 человек. 8.40 подъем, в 11 отбой. Расскажите про распорядок и режим вот здесь в отделении. То есть все построено на то, чтобы ребята занимались постоянно чем-то. То есть у нас в расписании, в распорядке есть труды, есть спорт, есть терапевтические мероприятия, лекции, тренинги. То есть день достаточно насыщенный. Это от подъема до отбоя. А посидеть в социальных сетях, а посмотреть какую-нибудь телепрограмму? Нет, у нас нет ни интернета, ни телевидения. Мы полностью изолированы. И это сделано тоже для того, чтобы человек полностью погрузился вот именно в программу, которую мы даем. Порядок у нас оказания наркологической помощи, он подразумевает три этапа. Первый этап – амбулаторный. Мы осуществляем его на Ленина, если про наше учреждение говорить. Второй этап – это стационарно-наркологическая койка. У нас тоже здесь есть отделение. То есть врачи-психиатр-наркологи, пост круглосуточный, психофармакотерапия. И третий этап – это реабилитация. Медицинская, медико-социальная реабилитация. То есть там мы не используем психофармакотерапию, только психологические, психотерапевтические методики. И все три этапа, они осуществляются в нашем учреждении. За каждой из этих надписей шесть месяцев лечения и реабилитации. Здесь были Катя, Оля, Слава и еще 300 выпускников центра. Все эти ребята нашли в себе силы отказаться от наркотиков и начать новую жизнь. Есть стена плача, у вас тут стена благодарности. Не могу не прочитать, что написал Вадик. Тебя оценят не по той высоте, которую ты взял, а по глубине твоей пропасти, откуда ты смог выбраться. Но вот тут все, кто смогли выбраться, оставляют, видимо, уже после выпуска. Расскажите про эту стену, про этот зал. Что здесь вообще происходит? Зал этот у нас очень универсальный. То есть мы здесь и выпуски проводим, и обучение сотрудников проводим, и занятия проводим психотерапевтические, психологические. На стене оставляют записи наши выпускники. То есть мы активно используем этот зал, как я уже сказал, во время выпуска. Приглашаем родителей, проводим семейную сессию с родителями, показываем видеофильм о каждом выпускнике. И каждый человек оставляет здесь свое пожелание. Пожелание всем оставшимся на реабилитации, будущим реабилитантам, как пример того, что пройти реабилитацию необходимо полностью, пройти реабилитацию возможно, и отказаться от употребления психоактивных веществ тоже возможно. Такой хороший психотерапевтический ягарь по окончанию прохождения реабилитации. Ну, помимо этого, таким мотиватором своего рода здесь служат автографы Николая Валуева, пожелания от губернатора, пожелания от главного нарколога области. Совершенно верно, совершенно верно, да. Десять лет употреблял, ничто мне не мешало, ни тюрьма, ни больница, ни ножевые ранения, ни огнестрельные ранения, которые у меня были. То есть через неделю я уже всегда приходил в норму и сам начинал употреблять. И тут я понимал, что почему-то в этот раз я точно уже не буду употреблять, что вроде вот ребята живут и все нормально, есть сообщество, можно в сообществе в городе ходить на группы и оставаться трезвым. Однако была вторая сторона медали, вот эти чаши весов, которые с родственниками я доверился, что если будет реабилитация, я приду ее, чтобы вернуть какое-то доверие. Потому что я уже как домашнее животное жил, меня кормили, поили, ну и стирали за мной. То есть я никакой пользы не приносил, абсолютно минимум общения. Ну и спустившись на реабилитацию с детоксом, первый месяц у меня посещали мысли такие, что сейчас немного родители успокоятся, программу я немного услышал, физику немного привел в порядок и можно будет идти домой. Физическое состояние мое было на первых неделях реабилитации, очень такое печальное было, когда баня, я начал терять сознание, то есть я не переносил жиру. Когда мы пошли играть в футбол, я побежал с ним мячом и упал, мне потемнело в глазах, то есть ну я вообще ничего не мог подтягиваться, я два раза. И вот прошло уже 4,5 месяца и мое физическое состояние улучшилось многократно, то есть это постоянные пробежки, утром зарядка, физика в норму пришла, голова начала как-то светло соображать. Никто не отменяет интересов у ребят и у реабилитантов все равно остаются там привязанности и интерес к хоккею, например. Вот эта комната каким образом появилась, расскажите, такая аллея славы нашего хоккейного клуба «Автомобилист», для чего она и что еще своими руками делают реабилитанты? Ну это в принципе, эта комната, это комната для занятий у нас, то есть вот там за мной есть телевизор, на котором мы показываем, проводим там видео лекции, какие-то видеоматериалы и в принципе здесь все ребята делают своими руками, то есть они занимаются ремонтом, обустройством жилых помещений, своих палат, отделений, в котором живут. И вот этот зал для занятий, они полностью все сделали своими руками. Про интересы, да, вот болельщики-автомобилисты. И как, ну вот им захотелось сделать здесь вот такой вот уголок. То есть, естественно, что у них есть кто-то там, есть, занимается спортом, да, есть какие-то художники, да, есть кто-то, кто хорошо поет, там. То есть у нас проводятся здесь КВН и всякие разные мероприятия, да, и приезжает тренер по карате, приезжает художник, то есть занимаются. И вот кто во что, как говорится, гораздо, да, мы стараемся это все развивать. То есть как индивидуально, да, так и групповые какие-то занятия и мероприятия. От каждого по возможностям. От каждого по возможности, да. То есть все равно важно как бы людям, чтобы у них были какие-то интересы. Поэтому, ну, у любого человека есть какие-то свои интересы. Ну вот здесь вот именно был направлено именно вот на спорт. И вот во что это вот так вот вылилось. То есть это все сделали ребята своими руками. Экономическая составляющая, насколько она прозрачна? Можно ли сказать, в какую сумму государству, там, госбюджету обходится реабилитация одного наркозависимого? Экономическая составляющая максимально прозрачна. То есть вся информация о нашей деятельности опубликована на соответствующих сайтах. У нас есть наблюдательный совет, который контролирует нашу фактическую деятельность. И те затраты, которые несет, несет бюджет Свердловской области. То есть мы государственное учреждение подведомственное Министерство здравоохранения Свердловской области. Бюджет на год со всеми филиалами, со всеми налогами, со всеми зарплатами, с питанием, полностью все. Выходит порядка 68 миллионов рублей в год. Если это поделить на людей, которые через это проходят, то примерно хочется понять. Ну, вы хотите понять определенную цифру. Сколько стоит один наркоман? Еще в свое время, если не ошибаюсь, Гиппократ говорил, что нельзя подпускать к койке больного экономиста. Вот вы сейчас тот экономист, который пытается подойти к койке больного. Посчитать вы можете взять калькулятор и посчитать. Сумма будет достаточно большая. Но я вам сказал о тех цифрах, которые несет учреждение все траты. Это налоги, большая сумма, это заработная плата сотрудников, это питание. И в конце концов, никто никогда не считал, какие суммы денег тратит один наркозависимый человек, приносит ущерб экономически государству, городу, субъекту, находясь в активном употреблении. То же самое, возвращаясь в социум, человек, какие доходы приносит для государства, для бюджета. Расскажите, как складывается жизнь выпускников после реабилитации, когда они уходят из центра? По-разному складывается жизнь. Хочется на таком примере рассказать. Я буквально на днях встречался с нашим выпускником, который проходил реабилитацию здесь почти два года назад. Он пришел к нам сюда достаточно в таком плачевном состоянии, то есть в разбитом, будем так говорить. И когда мы с ним общались, у него появилась семья, то есть он вернулся в семью, он начал общаться с женой, с дочкой. И у человека, в общем-то, блеск в глазах желания жить, чего, в принципе, раньше не было. И это очень радует. И таких примеров на сегодня очень много. А в процентном соотношении сколько людей больше не возвращаются к наркотикам? То есть реабилитация 6 месяцев в центре – это гарантия, стопроцентная гарантия того, что человек встал на путь выздоровления? Или никто не защищен от рецидива? Конечно, хотелось бы сказать, что мы не даем стопроцентной гарантии. Единственное, что мы можем сказать, что если человек будет стопроцентно соблюдать те рекомендации, которые мы даем и дает эта программа, то тогда будет стопроцентно положительный результат. Если человек начинает нарушать эти рекомендации, то тогда, к сожалению, бывают и происходят срывы. Но на сегодня, по нашей статистике, я точно цифры не скажу, но большая часть наших выпускников ведет трезвый образ жизни. Я начал как-то делать какие-то добрые дела по отношению к одногруппникам, даже по отношению к самому себе. Что-то делать бескорыстно, помогать людям на дежурстве и еще что-то. Раньше мне это было просто неинтересно. Ну, это не нужно, я считал. Каждый может это сделать сам. Я пришел сюда полностью, еще момент такой убежденный, в том, что не верь, не бойся, не проси. Такие стереотипы у меня были. Сейчас же я понимаю, что людям нужно верить, доверять, открываться, слушать их, просить о помощи. Ничего в этом нет такого. Потому что сам я в этой жизни не смогу ничего. Вместе мы сможем. Ценности в жизни поменялись. Если в употреблении, до попадания в этот центр у меня были ценности. Это дорогая машина, хорошая квартира, рядом красивая спутница жизни. То сейчас у меня таких мыслей даже нет. То есть какая-то там очень, как сказать, оплачиваемая, высокоплачиваемая работа, еще что-то. Мысли эти как-то отпустили. Я сам не понял, как это произошло. Но это произошло. И у меня сейчас как бы ценности в жизни. Это мое здоровье, здоровье моих близких. С родителями больше общаться. У них уже пенсионный возраст. Вот как бы, ну, помогать им. То есть там дача, дом, там, по всем моментам. Потому что раньше нужно куда-то ехать. Я находил массу причин, чтобы не ехать им помогать. Оставался в городе, употреблял. Там по подъездам, по всяким притонам. Мне сейчас за это стыдно очень. Но это прошлое все. И сейчас как бы в моих силах не наступать на те же ошибки. И делать только лучше. Нам нечего бояться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!